МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Экономика в деталях. Большинство субъектов страны нуждаются в инвестициях. Очевидно, что прорывные бизнес-проекты отражаются на развитии регионов. Республика продолжает налаживать связи с зарубежными партнерами. Недавно Чувашия заявила о себе на весь мир, представив свой инвестиционный потенциал в Министерстве иностранных дел. Познакомиться с регионом приехали представители более чем 90 стран. В старинном особняке Москвы на улице Спиридоновка, где и располагается знаменитый дом приемов МИДа, царила особенная атмосфера. Национальный колорит гости увидели уже в парадной. Здравствуйте! Здравствуйте! Михаил Игнатьев, дыхает от Чувашии. В стенах дома приемов развернули и выставку достижений Чувашии. На этой интерактивной карте отметили уже реализованные проекты и точки развития региона. По словам министра иностранных дел, продукция некоторых заводов республики ему знакома хорошо. Большая экспозиция была посвящена истории региона и знаменитым землякам. Но особый интерес у почетных гостей вызвала выставка Чувашской вышивки и национальных костюмов. Каждая роспись имеет свое значение. Просто я знаю, что для начала и конца... В общих чертах объяснили. Понятно. Ну, хорошо, что хорошее качество сохраняется. На презентацию Чувашии приехали и давние партнеры, и те, кто с республикой пока только желает познакомиться. С послами зарубежных стран Михаил Игнатьев налаживает личные контакты и обменивается визитками. Дипломаты и иностранные инвесторы к республике проявляют большой интерес. Во-первых, у вас много иностранных бизнесменов, потому что климат, инвестиционная ситуация, я думаю, что очень полезная. Во-вторых, я тоже чувствую такие традиционные культурные команды, которые показывают очень интересные аспекты, потому что корейская культура имеет какие-то очень похожие к вашим культурным мероприятиям. Очень было бы интересно взаимодействовать с Чувашией, поскольку ваш глава региона, Михаил Васильевич, бывший министр сельского хозяйства, и мы видим, насколько вот в период широко идет, так сказать, сельское хозяйство в Чувашии, насколько машиностроение очень развито. Нам бы, конечно, хотелось бы тоже очень тесно сотрудничать и вот такое взаимовыгодное сотрудничество, я думаю, имеет хорошие перспективы. Приятное место в Чатбасаре, я бы сказал. Буквально был там только 24 часа, но это было достаточно для того, чтобы ознакомиться с большими экономическими возможностями, с большими культурными мероприятиями. То, что мне кажется интересно, это подход региона к привлечению иностранных компаний. То есть желание их встретить, поширать возможности иметь экономические отношения, да и, возможно, в будущие инвестиции. Торговыми партнерами региона являются более 90 стран. Сейчас в Чувашии успешно работают компании из Италии, Испании, Сербии, Германии и Японии. Зарубежные предприниматели производят сантехнику, электротехнику, жгуты для автомобилей. Республика развивается успешно, отметил министр иностранных дел. Внешнеторговый оборот региона увеличился более чем на 3%. В 2016 году темпы промышленного производства превысили средние показатели по стране. Республика энергично диверсифицирует экономику, открывает новые предприятия. Среди основных отраслей – химическая, электротехническая индустрия, машиностроение, металлообработка. Треть волового регионального продукта приходится на малые предпринимательства. Расширяются международные и внешнеэкономические связи. Ключевые торговые партнеры – участники Содружества независимых государств, страны Евросоюза, Китай. На подходе партнеры с Ближнего Востока, из Африки, Латинской Америки. Чувашия последовательно привлекает иностранные капиталовложения. Создание благоприятных условий для бизнеса – приоритетная задача региональных властей. И республика продолжает улучшать инвестиционный климат. Глава Чувашии представил иностранным гостям масштабные проекты. В недалекой перспективе дорога из Чебоксара в Москву на поезде будет занимать всего три часа. Кроме того, в будущем участок дороги, пролегающий через Чувашию, станет частью высокоскоростной магистрали Москва-Пекин и проекта «Шелковый путь», который свяжет Китай с рынками Европы и Ближнего Востока. Чувашская республика – открытый регион. Регион больших возможностей для взаимовыгодного сотрудничества. Зарубежные предприниматели, которые уже не первый год работают в республике, говорят, что регион обладает мощным кадровым ресурсом. На сегодняшний день можно без преувеличения сказать, что Чувашская республика располагает лучшими специалистами электротехнической отрасли в России. Не случайно мировой электротехнический концерн АББ, выходя на российский рынок, создал совместное предприятие с нами имени в Чувашии, признав тем самым высокий уровень подготовки и квалификации чебоксарских инженеров. К Чувашии сейчас присматриваются и другие инвесторы из-за рубежа. Крупнейшая компания «Сименс» уже определила площадку для открытия завода по выпуску электронной техники для метрополитена. Японские предприниматели намерены построить в регионе инновационные теплицы. С представителями бизнеса страны восходящего солнца Михаил Игнатьев встретился на официальном приеме в Москве. Мы готовы оказать все условия для того, чтобы проект и идея реализована была, а я буду главным помощником. Мы реализуем проекты в самых разных регионах России и продолжим это делать. Благодарю российских участников проектов за конструктивный подход, за гибкость, за активность в реализации этих проектов. Российское правительство будет продолжать поддерживать это сотрудничество. Мы выстраиваем атмосферу доверия, мы достигаем взаимовыгодных договоренностей и, вкладывая деньги, вкладывая большие деньги, реализуем действительно взаимовыгодные инвестиционные проекты. Закрепить договоренности с зарубежными партнерами глава республики предложил уже в июне. На Чебоксарский экономический форум в этом году намерены приехать немало гостей. Презентация региона впечатлила послов большинства стран. Мы видим в республике надежного партнера, намерены организовать бизнес-миссию в республику. Чувашия обладает большим инвестиционным потенциалом. Нам интересны разработки многих предприятий, комбайны, кондирские изделия. Мы готовы развивать торговые связи. Это была программа «Экономика в деталях». Мы продолжим следить за актуальными новостями о отрасли. До встречи в эфире национального телевидения Чувашия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова